Вопреки всем трудностям, наш следующий сюжет о Нарьенмарце-фермере, который держит около 200 различных животных. Сергей Семяшкин решил возродить дело своих предков. Однако столкнулся с финансовыми трудностями. Наталья Дуркина продолжит тему. Вот такие красавцы мне подарили. Первокотка, Милка. Этим малышкам несколько суток, а они уже резво бегают и осматривают свой новый дом. Фермер Сергей Семяшкин сам принимает роды у своих питомцев. Это не первый приплод. Не так давно свинья принесла в хозяйство еще девять поросят. Всего в хозяйстве фермера более двухсот голов. Здесь конь, козы, козел, бык, корова, свиньи, перепелы, куры, утки и гуси. Здесь три гуся. Вот они сейчас помылись. Утки ходят и куры. У них там дом. Там дальше видите отверстие. И они ходят туда-сюда. На ночь они сами заходят. А днем они вот здесь выгуливаются. Принимают воздушные ванны. Тут у них есть мини-бассейн. Три года назад Сергей Семяшкин начинал свою фермерскую деятельность с семи кур и одного петуха. Со временем хозяйство увеличивалось. Тогда и начались первые проблемы. Не стало хватать средств на корм животным. Сергей обращался в банки, брал кредиты под высокие проценты. Бесплатных денег не надо. Просто достаточно льготных кредитов. Банки не дают. Сразу же предупреждаю. Льготные кредиты, чтобы можно было закупить. Корма, тоже материалы, оборудование. И можно спокойно жителей города снабжать натуральными продуктами. Сергей Семяшкин обращался в различные инстанции. Готов был оформиться как индивидуальный предприниматель. Однако и это не помогло. Ну, была бы разработана система той же льготного кредитования и все. Проблем нет. Мы не просим бесплатно денег. Мы просим, ребят, дайте, мы вам отдадим на льготных условиях. Все. Вот это проблема. То, что сегодня я развиваюсь и другие развиваются, но это не благодаря, а вопреки всему. То, что пользуется продукция спросом, да. То, что сейчас в свете ковида, вот этого заболевания, ковид этот. Люди переболевают, им надо восстанавливаться. Здоровье подорвано, соответственно, там улечение проходит. Им надо восстановиться. Но чем восстановиться? Восстанавливаются нормальные, качественные продукции. Козье и коровье молоко, яйца куриные, утиные, перепелиные. Все идет на продажу населению. Вот она, только что снесла. Сергей Семяшкин не сдается. Фермер находит новые пути доставки корма и сена в регион, так как здесь, признается Сергей, цены уж больно высокие. Сена здесь нам невыгодно закупать в округе, в Наринмаре. Я, конечно, благодарен опытным производственному хозяйству ОПХ, что они в свое время меня выручили. Но по той цене, которую сегодня они реализуют, я просто обратился к участникам в Коми СССР, и они мне доставили, все, по другой цене, и сено, качество, и то, что меня устраивает, и то количество, которое мне сегодня необходимо. Есть выход. Грантовая поддержка «Агростартап». Однако там прописаны условия. Получить его может гражданин, который постоянно проживает в сельской местности, в том числе в поселке Искателей, и намерен заниматься сельским хозяйством. Из окружного бюджета сельхоз товаропроизводителям молочного животноводства предоставляется субсидий по нескольким направлениям. Основная господдержка – это субсидии на один килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока по ставке 58 рублей за один килограмм. Также частично размещаются затраты на производство мяса крупного рогатого скота, и отдельное хозяйство, надое у которых не снижались на протяжении последних пяти лет, получает поддержку из федерального бюджета. На данный момент в оформлении документов фермеру могут помочь специалисты Центра компетенции сельхозкой операции. Сергей Семяшкин продолжает свою деятельность вопреки всем вызовам. Кстати, после завершения съемок этого материала в хозяйстве Сергея прибыло. Как говорится, добрый знак.